Доброе утро, Ставрополье! Вы смотрите новости на своем ТВ в студии Илья Захаров. А вот о чем я и мои коллеги расскажем в этом выпуске. Поход в салон красоты с некрасивым концом, чем закончилось обычное наращивание ресниц для жительницы Ставрополя. Подробности истории в репортаже Екатерина Сегида. Тут несло, не дай бог, тут срывало полностью все. Летели листья. Поваленные деревья, сорванные крыши. В правительстве края обсудили, как и когда начнут помогать пострадавшим от стихии на Ставрополье. Символ масленицы блины, румяные, вкусные. А все ли знают, как их печь? Рецепт, который не подведет, в сюжете Джамили Ибрагимовой. Итак, на Ставрополье приступили к ликвидации последствий стихии. Напомню, накануне в регионе бушевал сильный ветер. Он срывал крыши, валил деревья, переворачивал машины. Есть пострадавшие среди жителей. Трем людям в Пятигорске и Буденновске понадобилась медицинская помощь. Двое попали в больницу, но угрозы для их жизни нет. В большинстве населенных пунктов повреждения незначительны. Сильнее всего стихия ударила по Буденновскому району, Нефтекумскому и Советскому городским округам. Там пострадали около сотни зданий, в том числе несколько многоквартирных домов и социальных объектов. Да, это было, наверное, часов восемь, часов десять, когда он начался, и толчок, толчок, все сильнее и сильнее. А у нас прямо окна открывались. Окна открывались? Да, он толчок как давал, прямо окна открывались. Не знаю, что ж так теперь про крышу говорить, все окна открывались. Тут несло, не дай бог, тут срывало полностью все. Летели листья, ну же приезжали ребята, в четыре часа была эта самая, типа, я не знаю, они сказали, что они со Ставрополя, комиссия. Все поднимались на крышу, смотрели, сымали все там, и как, что будет, уже не знаем. Ущерб Ставропольскому краю от сильного ветра составил примерно 60 миллионов рублей. Такие цифры озвучили на оперативном совещании в правительстве региона. Его провел губернатор Владимир Владимиров. По селекторной связи он пообщался с руководителями каждой из краевых территорий. В трех муниципалитетах ввели режим ЧС местного уровня. Он позволит привлечь краевые ресурсы для исправления ситуации. Владимиров призвал муниципальных глав действовать оперативно и четко. Уже сегодня на всех поврежденных объектах должны трудиться строители. Люди задают вопросы по шиферу. Мы помогаем в любом случае всем, кто пострадал. И дальше в рамках того ущерба, который будет, будем принимать решение непосредственно по помощи в рамках чрезвычайной ситуации. И, соответственно, мы помогаем все вопросы решать, связанные. Ну, действительно, объем-то большой. Где-то получается предварительно около 60 миллионов. Ураган нам этот обойдется. Ну, а сейчас вопрос скорее к женщинам. О чем вы думаете, когда приходите в салон красоты? Ну, скорее всего, вряд ли о сохранности личных вещей. А вот оказывается напрасно. Жительница Ставрополя лишилась круглой суммы, пока наводила красоту. Как же так получилось? А самое главное, кто виноват? Подробности некрасивой истории в репортаже Екатерины Сегеда. Это запись с камеры видеонаблюдения одного из салонов красоты в Ставрополе. Видео передала нам в редакцию пострадавшая девушка. На кадрах мужчина неспешно ходит по территории, словно кого-то ждет. Казалось бы, ничего подозрительного. Но это, как уже стало известно полиции, злоумышленник. Он без зазрения совести опустошил сумочку одной из клиенток. Девушка в этот момент, ни о чем не догадываясь, сидела на процедуре наращивания ресниц. Наша съемочная группа узнала подробности от первого лица. Мастер меня встретила и попросила оставить сумочку в кабинете на тумбочке. Заверила меня, что с моими вещами ничего не случится. И помимо моей сумки там стояла еще одна сумочка клиента. Я сделала вывод, что они именно там оставляют все эти вещи. После процедуры девушка взяла свои вещи и почувствовала, что сумка стала легче. Оказалось, из нее исчез кошелек, где, как утверждает хозяйка, было больше 30 тысяч рублей. А также система нагревания табака Айкос. Обратилась к мастеру, сказала, что у меня пропал кошелек, на что она сказала, что такого быть не может. Вот, у нас такое не случается. Но сказала, что посмотрит по камерам. В этот день передо мной никто из салона не извиняется. Деньги мне за процедуру не возвращают. То есть мы едем в милицию, я пишу заявление о краже. Забегая вперед, скажем, что злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался местный молодой человек, который успел потратить деньги. Сотрудники уголовного розыска установили личные злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый гражданин за кражи, мошенничество, разбой и незаконный оборот оружия. Мужчину доставили в отдел внутренних дел, где он дал признательные показания. Наша съемочная группа была в том салоне, где произошло преступление. К сожалению, руководители отказались говорить на камеру, но уверили, что они сожалеют о произошедшем, ведь никто от такого не застрахован. Теперь они установят дополнительные меры защиты, в частности домофон, чтобы никто из посторонних лиц не смог попасть к ним в помещение. Тем не менее, пострадавшая намерена обращаться в суд. Она надеется взыскать с руководства салона материальный или моральный ущерб. Конечно, это ее право, но, как рассказали эксперты, по закону предприниматели в данном случае не обязаны компенсировать пропажу. Если они обеспечивают условия ответственного хранения, принимают эту вещь на ответственное хранение, передают какое-то подтверждение, номерок, ликвитанцию, жетон, они должны обеспечивать условия хранения. Если в организации не осуществляется ответственное хранение, не принимаются вещи, то они не несут. Тем более, за вещи, которые выбывают в результате совершения какого-либо преступления. Здесь ответственность несет, безусловно, в уголовном процессуальном порядке, то лицо, которое совершает это преступление. Вывод из этой некрасивой истории простой. Никогда нельзя забывать о бдительности. Лучше лишний раз перестраховаться, не оставлять ценные вещи без присмотра, а крупные суммы денег держать при себе. Вы слушали разные стороны конфликта. Екатерина Сегеда и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. А тем временем в России наступило время блинов. Их сейчас готовят практически в каждом доме. Пышные и тонкие, румяные, целыми стопками. Люди даже пополнять не боятся, ведь масленичная неделя только раз в году. Существует миллион рецептов, как проверенных, так и самых неожиданных. Шамиля Ибрагимова попыталась приготовить блины по одному из них. Но раскроем интригу сразу. Без помощи кулинаров не обошлось. А вы знали, что сегодня третий день масленицы. Среда, лакомка. И по традиции в этот день на каждом столе должны быть блины. Ну а я традиции не нарушаю и сегодня попробую сама испечь это лакомство. Но сначала куда? Правильно? В магазин за продуктами. Как и всякий россиянин, я знаю, без каких продуктов не обходится ни одна блинная процедура. Нам надо сейчас выбрать яйца для блинов. Вот у девушки спросим. Скажите, а вы как думаете, для блинов какие лучше яйца взять? Вы бы какие взяли? Я бы взяла покрупнее яйца, посвежее. Выбор сделан. Идем дальше. Ну какие же блины без молока? А вы как думаете, для блинов молоко какое лучше мне взять? Ну я думаю, вот 5% жирности. Такое пожирнее, да? Отдаю дань опыту и прислушиваюсь к совету. Моя корзина понемногу наполняется, покупая масло, муку и сахар. В итоге продуктов достаточно, да и кошельку не сильный урон. На все про все 115 рублей. Сразу говорю, что готовка блинов никогда не входила в список моих талантов. Да, конечно, у меня был в детстве один проверенный рецепт, он никогда не давал сбоя. Блины всегда получались шикарные. И он назывался «Мам, ну испеки, пожалуйста, блины». Вот, и поэтому сейчас в этом непростом деле мне поможет повар Ирина. Ирина – повар более чем с 20-летним стажем. Она знает, как ингредиенты из магазина так смешать, чтобы они превратились в идеальные блины. На литр молока нам три яйца достаточно. Так, сахара столовая ложка, соли, ну где-то одна треть столовой ложки. Вот теперь мы добавляем сюда молоку. Мука и масло, а потом всю эту красоту только и надо, чтобы перемешать. Венчики в прошлом, в дело идут миксеры. Кстати, в старину у каждой хозяйки был свой рецепт приготовления блинов. И ни одна хозяйка не рассказывала, в чем он состоит. Потому что, ну не дай бог, у соседки было бы лучше. Осталось испечь лакомство. Думаете, сложности позади? Как бы не так, впереди самое трудное. У моего наставника блины получаются идеальные. Мне везет меньше. Комом не первый, а каждый блин. Полный ковшик набираю, а они у меня все равно не получаются ровные. Ну как она это делает? Какие они горячие. Вот такую внушительную стопку блинов мы приготовили. И кажется, что у одного человека не хватит никаких сил, чтобы все это съесть. Однако я знаю, где с этой задачей справиться с легкостью. Отвезу это коллегам на работу. Существует миллион разных способов приготовить блины. Наш оператор-холостяк Костя советует свой рецепт. Он для тех, кто любит есть и не любит ждать. Рецепт очень прост. Заходишь в ближайший супермаркет, покупаешь готовые уже продукции блины. Сам выбираешь. С мясом, с чем. Я люблю с мясом. Какой рецепт выбрать, решать только вам. Вкусно будет в любом случае. Величо, но вкусно. Худеющим лучше отойти от экрана. Вкусно поработали Джамиля Ибрагимова и Константин Шляпин. Ставропольское телевидение. Связаться с редакцией новостей можно в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Номер вы сейчас видите на экране. Расскажите нам, если стали свидетелем интересного события или происшествия. Впереди у нас прогноз погоды. И по традиции о погоде нам расскажет Яна Лукошкина. Вот она уже появилась на экране. А значит, я могу с вами попрощаться. Всего доброго и до встречи на Своем ТВ. Здравствуйте, дорогие зрители Своего ТВ. Какая погода ждет нас в четверг, 27 февраля? Расскажу прямо сейчас. В Ставрополе малооблачно. Днем плюс 14. Ночью плюс 7. Без осадков. В Изобильнинском и Новоалександровском округах переменная облачность. Днем плюс 14. Ночью плюс 7. Без осадков. В Пятигорске и Минеральных Водах небольшая облачность. Плюс 16. Днем плюс 8 ночью. Кисловодский ясно. Днем плюс 15. Ночью плюс 6. Без осадков. Переходим к востоку края. Выпатово облачно с прояснениями. Днем плюс 18. Ночью плюс 9. В Арсгире и Дивном малооблачно. Днем плюс 16. Ночью плюс 6. Буденовский и Нефтекумский. Днем плюс 14. Ночью плюс 7. Малооблачно и без осадков. А в США образовались ледяные вулканы. На знаменитом американском озере Мичиган продолжается удивительное природное шоу. Из-за холодного фронта на водоеме возникли вулканы, из которых выбрасывает глыбы льда и бьет вода. Формирование ледяного вулкана невозможно без помощи холодного воздуха, сильного ветра и волн. Именно такие условия позволили вырасти на Мичигане удивительным конусом буквально за несколько часов. На этом у меня все. Увидимся на своем ТВ. Внимание! Боль в горле. Ваш регион в зоне риска. Спрей Стрепсис Интенсив. От боли в горле. Следующий прием через 6 часов. Субтитры создавал DimaTorzok